Дамы и господа, доброго времени суток. Сегодня я хотел бы поговорить, а если бы точнее, сделать небольшие коррективы к ролику Red Cat Redemption от 25 января 2021 года относительно темы изменения политики Rockstar по отношению к читерам и вот последние события. Я очень сильно уважаю Red Cat Redemption, он очень много чего знает по игре, по механике, по тонкостям, PvE, PvP, билды, консоли, ПК. Он общается с англоязычной аудиторией, у него несколько каналов, он занимается и там и тут, он развивает поэтапно свой канал, он большой-большой молодец и спасибо ему за это, потому что мы с ним давным-давно делали как-то совместный стрим еще, по-моему, месяцев 10 назад. Какое-то время не общались, недавно вот общались еще раз и вопрос так к тому, что его коснулась проблема, которая коснулась меня за полгода до этого. Это читеры и краш. Да, Rockstar поменяли немного сетевой код и теперь действительно игроков не выкидывает, как выкидывал раньше куда-то с ошибкой на рабочий стол, их сейчас выкидывают в соло-сессию, где они сидят в сольнике одни и пока интернет не восстановится, они не попадают никуда. Это здорово, это классно, это круто, это большой шаг, это маленький шажок, точнее, к тому, чтобы читаки уже перестали нас крошить. Но есть другая проблема, это Луна Мод. Код сказал все верно, действительно, Rockstar и Take-Two начали бороться с чит-программами и с их разработчиками. Это классно. Есть одна проблема, это сама Луна Мод. Если переводить на наш язык, чтобы вы понимали, среди читаков, я, конечно же, в сортах говна не разбираюсь. Дико извиняюсь, я, может быть, даже немножко профан, но знаю чуть больше, чем код, потому что столкнулся с этой проблемой намного раньше, чем осень 2020 года. Я столкнулся с этим еще весной 2020 года. И разобрался в чит-программах для Red Dead Redemption и GTA Online. В частности, название я, безусловно, указывать не буду, дабы не было рекламы. Но если сравнивать Луну непосредственно с теми чит-модами, которые сейчас доминируют в Red Dead Online, это как сравнивать Жигули и BMW или Mercedes. Дали любую иномарку, без разницы. То есть, Луна выступает в роли Жигулей. То есть, в принципе, они есть, да, вроде бы машина, вроде бы мод-меню, вроде бы можно что-то сделать, но это настолько неуклюже, настолько допотопно, и они начинали свою деятельность с самого начала еще со времен GTA Online 17-18 года. И современные чит-программы, они намного-намного опаснее. И половина инструментария Луны не позволяет сделать даже тех безумств, которые позволяют делать читы последних модификаций. Да, Rockstar сделали огромную работу для того, чтобы читаки не могли вас к себе притягивать. То есть, читакам приходится прыгать на вас для того, чтобы с вами что-то сделать. Поэтому покерный стол, соло-сессия через покерный стол или использование файлика. Файлик, смотрите обязательно на нашем ролике, как сделать сессию на 32 человека, чтобы вас не крошенули. Использование этого файлика позволит вам на 100% защититься от читов. Также и соло-сессия через покерный стол на ролике, канале тоже обязательно есть. Это важный момент, важный. Это огромный шаг, но я бы, вот в чем хотел бы высказать свою мысль. Я бы с котом не согласился только в одном. Rockstar зашли с такого фланга, да, они обезвредили Луну. Да, доходы с продажи читов пойдут на благотворительность, это все здорово. Вместо того, чтобы поменять свой дырявый код. Вместо того, чтобы закрыть лазейки для всех чит-программ, они будут лупить по каждой. Ну давайте, кто у нас там следующий на очереди? Начинается на О, заканчивается на РК? Или начинается на П, заканчивается на ОН? Я название читов имею ввиду, кто в курсе, тот понял. Че, теперь мы с ними будем разбираться. Это так не работает. И на самом деле я бы не вкладывал большого оптимизма в действия Rockstar и Take2 по отношению к читакам. Здесь все очень просто. Какое-то время это еще побарахтается, но у них не работает, не отлажена система анти-чита. А они могут только забанить, если вы наманили деньги. То есть, если у вас был приход голды незаконным способом, за это вас забанят. Это они могут отследить. А то, что читак вас крошит, это ошибка, отклика от сервера. И, соответственно, они не могут даже понять, вы отлетели потому, что у вас интернет слабый? Или потому, что у вас системная ошибка на компьютере? Или потому, что у вас читак крошил? Они этого не видят. Они не видят, что у них в сессии спаунят воздушные шары, что на вас напала пума, что у человека бесконечные жизни, бесконечные патроны, разрывные. Они этого не видят. Это потому, что данные обрабатываются у вас на компьютере. На вашем клиенте, а не на клиенте сервера. И из-за этого огромная проблема. Мне пришлось выговориться, потому что Кот сделал действительно важное дело. Но я бы не вкладывал столько оптимизма в информацию о том, что Rockstar начали бороться с читаками. Чуть-чуть надо подождать и посмотреть, кем будет следующий шаг со стороны разработчиков. Если разработчиков читов. Если они не найдут лазейку, позволяющую находиться в соло-сессии, и Rockstar начнет дальше работать против читаков, и их программа перестанет работать или их начнут блокировать, это будет идеально. Если нет, то нет. Посмотрим. Время покажет. Но я бы не вкладывал столько оптимизма. С вами была Готика, с вами был Сократ. Обязательно подписывайтесь на канал. Ссылки на дискорд в описании. Самое большое ру-комьюнити. Одно из самых больших ру-комьюнити. И, конечно же, спасибо нашим спонсорам. Вовка, СПБ, Алексей Котов, Анастасия, Морс и Сирплей. А также остальные спонсоры всего 49 рублей в месяц. Удачи, пока.